здравствуй дочь моя здравствуй мать моя ты чё так долго я задолбала тебя ждать психологичка в коридоре еще рассказывала психологичка тест проводила с тобой ей понравился твой рисунок а не понравился твой рисунок пыталась найти мне какой-то глубокий смысл нет психологии все во всем есть смысл все поехали куда в юск хочу сказать не забыла ты видишь я снимаю на телефон я не взяла фотоаппарат потому что ты в конце меня я уже вышла на улицу по своим делам а ты мне давай забирай меня куда это ты по своим делам собиралась я изучалась изучала местные окрестностей пыталась найти новую почту без навигатора да от новой почты я начала это искать потом дальше она я вас образила так фора там аптека шал ходила там по кругу общем изучала еды то я тебе одну я думала ты мне две как в рекламе такая думаю ничего себе уже прямо это короче все я уже сориентировалась я поняла почему не могу потому что у нас с двух сторон дома односторонний подъезд одном движении из-за этого я блин у меня катаклизма в голове это за сюда ехать написано 13 минут а я ехала все 20 чё как дела рассказывайте пишите в комментариях проспект едет да я бы еще в эпицентр вот блин как найти тот эпицентр в котором я была приехала по навигатору в эпицентр который где-то возле дома в 10-15 минутах все потом поехали туда второй раз мы приехали уже в другой эпицентр не в тот крутой там где коврики вот эти пледики я все видела он огромнейшим двухэтажный почему же я так люблю шапочки мама не хочет идти со мной на аквамена мне не нравится как он снимает близко почему так приближает вот так вот я говорила не покупает телеван всем нравится качество громко слышно хорошо зачем зачем ты вообще нет я не хочу чтобы мы выкладывали это видео ну шо это такое тебе было тяжело камеру взять я не собиралась снимать я выходила так не снимай но это ужас лучше вообще не снимать чем так снимал как это мы сейчас пойдем проспект стол тебе выбирать фу не хочу снимать это же будет целое видео с телефона я это не вырежу мне волосы красиво так смотрится жаль что их мало когда-то мне было много волос не начинай мам пошли на аквамена я не хочу я на аквамена знаешь кто в главной роли стоп знаешь кто в главной роли конечно не знают а я тебе скажу главный ролик джейсон мамуа знаешь кто такой джейсон мамуа конечно нет а я тебе скажу джейсон мамуа это хаудрога боже мой ну что вот это за петух у меня вот тут вот 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 здесь вот в этом месте это твой бывший боже мой какая шапочка это вот там лежала или сидела что она там же хвост нет это будет еще хуже сейчас сделай петельку такую кого ну петельку у меня где то что вот такая резинка вот это поняла как как это будет я не люблю снимать на телефон извините я снимаю резинку она почему-то трясется такая придет как тебе сказать мама я хочу на аквамена я не хочу хочешь джейсон маму в главной роли хал дрога боже ты помнишь какой он офигенный боже мой я не могу на себя смотреть свет тут ужасно могу успокоиться а дело не в свете а в свете мы давно не были в кино давайте вы трейлер покажу не отвлекаться я хотела сказать туда кое-что мне нравится трейлер смотри мася ты издеваешься я хочу идти снимает маша покупать билеты я тебе купила 7 есть от горло купила может на семь пойдем спасибо сейчас сколько без 10 6 давай на 7 конечно а что мы будем делать час да он сейчас мы зайдем в юзки и поверь мне только тут вот чуть-чуть боку места хорошо устраивает я не люблю вообще в местах снимать на телефон сразу такое впечатление что мы какие-то блогеры-любители у которых 10 подписчиков впрочем многие блогеры снимают на айфон они тоже так себя чувствуют как я а дизина самсунг лучше качество чем на айфон не согласитесь не во всех амплуах но в основном смотри трясется все вокруг но не мы по-моему хороший звук гармошка на лбу видите у меня мы ищем мохито какой-то знакомый попросил массу зайти в мохито и какой-то там скотол что он проходит какой-то квест ему надо что-то узнать про мохито знаешь больше где мохито спроси у дядички охранников что он не знать он знает только где манга золотый вик почему в этой модели самсунга забыли сделать кнопку переключения фронталки на обычную камеру не может так сделать да ну в самсунге это было понимаешь и мне это нравилось да какая разница блин посмотрите на мой лоб а тут зато можно сделать паузу продолжить это очень удобно поставил паузу а потом через минуту включил и продолжаешь снимать как ни в чем не было это же удобно ты пописал а ты идем за перчатками мне ручки а ты нашла свои перчатки я их так все забыла тебе тоже надо перчатки купить у нас в цепле пара у тебя есть перчатки я их не могу найти одевать не скажу, я спросил меня, но это сразу новое и не хватит так я уже давно ищу и не могу найти расскажите где, можешь как вылежать там самый крайний справа где твои люди короче мои перчатки есть и тебе надо новые а я нормально а вот эти три перчатки тебе надо такие да я так давно не забывались мне надо, а ты там есть дальше это ужас, она не может выйти с этого магазина я не хотела, я видела их когда я такого хотела? нет, не хотела я кажется нашла перчатки почему эти 99 а черные 139 такое такая же модель точно еле вытянула ищи ты по инстаграмм Маша залипла я не залипала, неправда я просто почему видеоблогеры все всегда утренируют я взяла две сепии для наших улиток хочу на зверушек глянуть белки дегу, да? дегу дай глотаж бел что это? Амадины да они такие смешные аааа, вот этот второй слева ай второй справа мне сюда лево справа который мордой сидит сюда или с жопой второе справа справа мордой сидит оранжевые щеки этот жопой один отвернулся и вообще за третий деловой такой. Он тебе специально попу пушистую показывает. Маша любит птичьи пушистые попки. А вы что сидите грустите? У нас было бы так хорошо. Они так мило чирикают, но мне кажется, они еще громче могут. Я думаю, нет, они такие... Посмотри на эти маленькие хвостики, они такие прикольный расцвет. Они, Маша, не приручаются. Они вот так сидят в клетке, как воробьи просто и все. Но я не видела ручных амадинов. Хотя у меня, наверное, любая птица бы привыкла, приручилась. А эти как пингвины. Ой, какая у них красивая шарсть, чуть не сказала. О, спрятался. Ой, грустится. Кто там? Гор. А вот тот звук, представляешь, дома целый день. Как игрушка-пищалка, только тихо. Амадины. А может это не амадина? Чего я решила, что это амадин? Амадин? Ох, потихуси-туси. Это крыски-дамба. И вот тут кто-то такой же сидит. Бозы, Бозы, мой, кто там лазит? Привет, привет. Это джунгарские хомишки. Это они? Да, просто рыжие. Чего такие милые? Маленькие очень. Ой, Бозы, мой, Бозы, привет. А чё только худой? Иди, поешь. Джунгарский. Алло. Просто очень маленький. Да. Я поняла, купила? Всё нормально? А ты брала с дырки, ребят, бельбец? Да. Супер. Хорошо, сейчас вообще скину. Спасибо большое. Давай. Что? Дай-ка. Это Юля попросила мне трико купить на экзамен розовый. То, что я забыла. Чё так громко? Да ладно. Маша. Мы в Юске. Я не против такого мусорки. Давай посмотрим столы. Что тут по столам? А по столам, короче, ничего хорошего. В этом Юске, это тот, который в проспекте, вот только такой. Ну вот. Тот, который, как бы, нам нравится. Но он всё равно не такой. Ну, похожий. И стоит 6 тысяч. Гривен. Где-то 14 тысяч рублей. Нам осталось 15 минут до фильма. Да, 3 тысячи. Он больше, кстати, чем тот. Ну, по цвету он совсем не такой, как твоя мебель. Вот, два цвета. Оплежи. Это ландиа. Ну, по-моему, в том Юске был другого цвета. Но я точно не помню. А ты там бываешь? В возле цирка. Нет. Вообще. Ну, ты там выступала. Помнишь? Вступала, но я там не бывала. Угу. У меня тут вот такой же плед, как эта подушка. Слава Богу. Ну, видишь, что я могу чувствовать лучше. Всё, идём. Тут нет такого стола. Ну, вернее, он есть, но он не такого цвета, как нам надо. Он темнее. А вот эта ещё больше похожа на листу, которую мы пиксали. А вот эта мне нравится. Она очень такая нежная. Да, мне тоже она со всех больше всех нравится. Вот такая есть белая. Нет, чёрная. Всё, она дешевле. Просто, мне кажется, в комнату чёрная как-то будет сильно грубо. Там у меня ничего чёрного нет. А белая, она не смотрится так. Наоборот. Смотри, ты видишь тут где-то белую такую? Нет. Её даже на витрину не ставили. Вон ей, смотри, серебристая. Дальше, да. Но она нет. А вот та высокая, смотри, мне вот она нравится. В углу. Да. Да? Она будет тысячу стоила. Да, ровно. А, нет, это не она. Это 500 стоит. Да? Что-то дёшево. Вот, так она прикольная, смотри. Мне она нравится очень. Ну, мы тоже. Да, 500 гривен. Ну, вот 20-й, она, конечно, прикольная. Она такая на прожектор похожа. Нет, она слишком, она грубая. А вот та как раз, и смотри, там же ж эта штука двигается. Смотри, этот, вверху. А тут нет, тут только поворачивается. Да. Неудобно. Та явно круче. Надо брать. Если сейчас брать, то нам надо её в машину занести. До скольки юзк работает? Сейчас посмотрю, до скольки фильм. Магазин работает до 10. До полдесятого фильма мы успели. Да. Да. Шутка. Как тут всё рождество. Кстати. На завод я так и буду встречать в Киеве. Да? Да. С Лизой. Угу. И без ёлки. Лид, ну живую купить? Лид, ну живую купить? Лид, ну нечем. Надо игрушки покупать. Фонариками. Мне нравится мне такие веночки со свечками, как будто бы на кладбище. И дерево в доме мне не нравится. Это тупо. Вот, вот это. Смотри, как миленько. Вот красиво. Красиво же. А это дерево в доме. Почему дерево должно в доме стоять? Маша, у нас уже фильм начался. Ну, нет. Мрачный. Что-то да, тёмная ногти. Вот этот чувак классный. Это не Дед Мороз. Это Санта Клаус. Да. А вот это красиво. Сколько вот эта конструкция, интересно, стоит? Там можно посмотреть. Это всё по отдельности, да? Мы опоздаем на фильм. Он уже начался. А нам ещё нужно купить фокорн. Я хочу хот-дог. А ты меня лягушку. Да. После прошлого попкорна, который сделала дома Маша, нетусь в фокорн. Вот такой фокорн был, какой-то мастеристый, такой. Ещё чуть-чуть подгорел. Мы набрали попкорна, и идём смотреть клёв офис. Спасибо. Выключаю. Жалко, что этого не видно. Мы не видимся. А завтра атакуемо сушу! Завершу! Олег Стальчук, Пайкросова, Макайво Хрэштайн, Старичи. Примендублевана компанией Бостмотан. Прикольно, мне нравятся так фильмы смотреть. Ай-яй-яй-яй-яй! А мы уже в Юске. Маша схватила свою лампу. Это она? Да. Фильм, ну такой, фантастик. У Маши захватила дух, а у нее чуть не выпрыгнуло сердце. Ну, как обычно, когда она смотрит такие фильмы. Ну, это не все в нем было идеально, но просто в эти экшены вся движуха, а я прям... А я нет. Ну, красивый фильм. Пяттер красивый. Джейсон Мамо вообще пушка. Я прям... Нам надо еще посмотреть цену. Чего? 300 гривен где-то рамочка стоит. Рамочка 300 гривен. А где елочки? А это 250 в виде домика. Прелесть. Как проверить, как смотрятся они в домике? Поставить их в домик. Вон домик. Здесь вот такие милые деревьцы. Да, красиво. Мне тоже нравится. И на кассу, да? Тут никаких штрих-кодов нет на них. Ну, мы сейчас покажем на кассе, скажем, мы такие хотим. Бери домик, иди. Смотри, есть еще покупки? Не, не-не-не-не-не-не. Вот эти. Слушай, а есть такие живые продаются? Везде из США снимают? Мы друг друга снимаем. С Николаем вас. Спасибо. Вас тоже. Мы нашли. Вот они, 60 гривен. А, куда это все поставить? Мы это пока поставим на подоконники. На подоконники пока поставим. На столе, на столе в кухне поставим. Да? Погнали. Что? Ты хочешь сюда писать на кухню? Ну, где? У тебя в комнате все будет? В домик, да. Угу. Маш, у тебя там очень так много всего уже стоит интерес. А, ну, там не подойдет вообще. Мы сейчас будем это решать. Я домой хочу. Да, я готова. Домик. Домик. Да? Да. Домик. 50. Домик. Лампа. И елочки. На самом деле лампа очень удобная. Да. Я думала, на полторы тысячи где-то будет стоить. Так, чех поездить поездить сам. Чех на всякий случай надо сохранить, наверное. Да? Вдруг нам что-то не перенравится. Так прикольно. На телефоне все по-другому смотрится. Вообще так. Давай, она тяжелая вообще, да. Пожалуйста. Спасибо. Примерзла. Дверка. Все? Костюм еще к тебе пришел, видела? Надо будет померить его. Да. Я сказала, если подойдет, то мы выкупим его. Угу. Рассказывай еще раз давай. Ну, те конструкции, которые я сюда писала до научительной психологии, я за них сегодня пять получила. Но это еще не цирка за зачет. Зачет будет в следующую среду, через неделю. Она дала нам четкие вопросы, на которые нужно будет просто выучить ответ. Ну, и устно будем рассказывать. Но там есть четкая система, короче. Неожиданных вопросов быть не должно, по сути. Поэтому эти 20 вопросов надо просто выучить. И все. Меня больше волнует философию. Проверяю режимы разные на телефоне. Клевая лампа. Ты ее куда сейчас хоть собираешься поставить? Ну, я уверена, что ты справишься. О, это очень тяжелая подставка. Какие они? Разочарование. Лампочки нет. Нет лампочки. Мы, конечно, могли сами подумать и... Ну, это было очевидно, что ее там не будет. Но, блин. Но обычно на кассе предупреждают. Да, мне сказали, что вы купили пирлянты, батарейки и нет. Можете купить у нас. Они могли сказать, можете купить у нас лампочку. Я бы купила. Они сами по тебе не кликуют. На лампочку. Может, у них нет лампочек? Ага. Уже. В юзке нет лампочек. Ты не ровно держишь. Да. Проще лицо. Лапочки нет. Я пустую лампу же поставлю в комнату. Я смогу купить. Аж да. Когда? Когда смог купить лампу? Завтра зайдешь в пузатую хату. Ну, там. Не прям в пузатую хату, ты поняла. Классная. Подставка тяжелая, да? Подать не будет? Ну, такой. Лучше ее не бить. Как шланг в душе. Не обижаю мою лампу. Надо дать им имя. Ты мальчик или девочка? Лампа, она. Тоша, привет, сказала. Нет, я не хочу. Я не хочу. Какой-нибудь Стив? Нет. Пусть идите ее сегодня. Пусть идите в пузатую хату. А я тут по-моему, а не спешила по-моему, лампочку. Очень новая. Так. Розетка, не вытянемся. Повернись. Еще. Еще чуть-чуть. Выше голову. Да не хочу, чтобы это так было. Тут будет стоять стол. Здесь будут вот так стоять лампы, которые... О, стол нужен! Господи. Я почему-то хочу, чтобы не была желтая лампочка. Ну, я ее буду включать, когда тут будет выключен свет. Ну, типа для романтики. Маша, который час? Десять. Десять. Это твое уж любимое смайликовое время. Я тоже сразу про это подумала и поняла, что я не знаю. Десять минут одиннадцатого. Повтори. Я не могу. Я не знаю, в каком порядке смотреть на стрелочке, чтобы я сказала. Десять минут смотришь десять. Одиннадцатого. Ужас. Это ужасно. Красивая лампа, блин. Клевая вообще, супер. Да. Меня бесит, потому что ты ничего не меняешь в своей комнате. Я не понимаю. Почему? Давай поменяем в твоей, потом займемся моей. Да нет, это так не работает. Ну, куда мне там, что мне туда, куда сменять? Мне надо снимать историю, включать лампу, направлять ее в зеркало. Буду снимать, а у меня за спиной будет светить. Поняла? Красиво будет. Блин, надо выкрутить такую лампочку. Мне надо... Здрасте. Мне надо комод, Маша. На комод я смогу что-то поставить. А так мне в комнату нечего менять. Мне очень нравится эта штучка. Да. Давай купим тебе рыбок, петушков в бокале. Фу, не хочу. Петушки мне вообще не нравятся. Мне просто там плавают. Вот она вот здесь не очень вот такая, типа. Ну, дешевенькая. Но выглядит, кстати, она довольно солидно. Я уже люблю юзку. Отойди. Арбат. Отойди. Не сутулься. Я так хочу тебя включить. Боже мой. В отчаянии. Где еда? Вы сейчас с ней похожи. Тихо тут. Класс. Огонь и меч? Да. Маша с Кариной составляют. Идеально подходят. Мы уже поставили. У нас дуэт. Огонь и меч. Ты меч? Да. Класс. Красиво. А Карина в каком костюме? У нее будет такая длинная алая красная юбка. Угу. И сверху такой, типа, бежевая сетка. У нее какие-то красные, короче, то ли цветы, то ли что-то еще. Нет, круто. Мне нравится. По-мечелски такому. Это под «Игру престолов» музыка? Да. Классно. Когда мы увидим? 28-го. По-играмени. Я только буду с гулькой. А что? С ластом. А что? Потому что... Там же еще будет другой экзамен, да? Да. Это будет как показательный? Угу. Хочу просто попробовать поделиться в нем еще. Подписывайся на канал ВВиктория. ВОВИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ